Закон Хрисовской Республики о средствах массовой информации это вообще, как бы сказать, совокупность. Вы журналисты, да, там все средства массовой информации, это журналисты, журналы, газеты, все это объединено. Вы должны собирать, ваша задача собирать информацию и доводить до общественности, получается, да. У вас есть определенный перечень прав, обязанностей, правильно? Согласно закону вы имеете право определенным государственным учреждениям заходить, получать информацию, да. С такой целью, получив разрешение у Министерства образования и науки Кыргызстана на проведение съемок в одном из столичных университетов о подготовке будущих юристов и о качестве образования, выбор вуза понятен, мы направились к дверям Кыргызской государственной юридической академии, заранее договорились и с пресс-службой учебного заведения. Правда, в назначенное время, в назначенном месте съемки провести не удалось, так как по приезду мы наткнулись на сотрудников охраны, которые не дали проникнуть вовнутрь здания. Кстати, после к нам вышел пресс-секретарь и объяснила ситуацию. В Минобразование позвонили и просто сказали о том, что нам нужны ваши контакты для того, чтобы передать уже на душе. И все. Больше они ничего не объясняли. У нас тоже, видите, КПП, пропуск студентов, все для их безопасности и так далее. Потому что бывают случаи, когда, я не знаю, у нас и студенты есть, именитые, которых, возможно, из-за родителей хотят дискредитировать. Поэтому у нас вот-то очень крупские и так далее. Это заранее всегда. То, что в его стенах за все время своего функционирования, это почти 15 лет, выросло многотысячное количество высоких профессионалов, юристов по разным направлениям, конечно, радует. Но есть и обратная сторона. Большой резонанс во время президентских выборов осенью прошлого года вызвала аудиозапись одной из студенток второго курса, когда она обвинила преподавателей в использовании админресурса. В сентябре начались выборы президента. Мы сидели на паре. Как вдруг преподавательница спросила, кто за кого голосует. Я сидела впереди всех, сказала о своей позиции. Видимо, ее не устроил мой ответ. Она выпроводила меня за дверь. Не знаю, иногда многие преподаватели перегибают палку. Тогда было плохо. Я ощущала давление. Правда, потом было возбуждено уголовное дело. Это значит, что все были наказаны. Закон Кыргызской республики о телевидении и радиовещании. Глава 4, статья 35. Здесь черным по белому написано. Телерадиоорганизации, также их работники, имеют право на получение от государственных органов, предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности, необходимой информации для осуществления своей уставной деятельности. Элиза Болбакова, Исламбек Майрамбеков, Нью-ТВ.